Арарат Мирзуян Арарат Мирзуян По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество случаев возгораний выросло на 34%. По словам главы Национального центра кризисного управления, большинство пожаров произошли на территориях с травяным покрытием и растительностью. Макарчан сообщил, что большое количество случаев зарегистрировано в Ириване, а также в Лорийской, Кутайской и Тавурской областях. Левон Аруням выиграл шахматный онлайн-турнир Meltwater Champions Chess Tour. Бывший лидер армянской сборной Левон Аруням выиграл шахматный онлайн-турнир FTX Road to Miami серии Meltwater Champions Chess Tour. В финале Аруням победил китайского гроссмейстера Вэй И. Аруням выиграл оба сета из четырех партий каждой. Левон выиграл две партии, обе черными и одну свел в ничью. На предварительном этапе турнира с участием 16 шахматистов Аруням занял седьмое место. Первым стал его соотечественник Самуэль Савьян из США. В четверть финале Савьян уступил Вэй И. Турнир FTX Road to Miami – очередной этап серии Meltwater Champions Chess Tour. Призовой фонд турнира составлял 150 тысяч долларов. В Международный день шахмат любители шахмат могут посоревноваться с Тиграном Петросяном и Тиграном Арутиняном. 20 июля в 20.00 в Ереване на каскаде Федерация шахмат Армении организует мероприятие, посвященное Международному дню шахмат. Как сообщили в Шахматной Федерации, в ходе мероприятия будет организован сеанс одновременной игры, который даст возможность юным шахматистам и всем любителям шахмат сыграть с гроссмейстером Тиграном Петросяном и международным гроссмейстером Тиграном Арутиняном. Вход бесплатный для всех. В Армении почти вдвое увеличилось число новых случаев коронавируса за неделю. В Армении в период с 11 по 17 июля подтверждено 629 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав Республики. Согласно данным ведомства, лечение продолжает 736 инфицированных COVID-19 граждан. В течение отчета недели был сделан 5681 ПЦР-тест. По данным Минздрава, за этот период выздоровели 311 человек. Летальных исходов не было. В целом, в стране за весь период пандемии подтверждено 424 тысячи случаев COVID-19. Температура в Армении дойдет до плюс 40 градусов. Территория Армении продолжит оставаться под воздействием теплых воздушных потоков, идущих с Аравийского полуострова вплоть до 21 июля. Об этом заместитель начальника Центра гидрометеорологии и мониторинга Гаги Суранян сообщил на пресс-конференции. В эти дни температура воздуха в Ереване и Араратской долине будет колебаться в пределах 38-40 градусов тепла. В корных районах достигнет 33 градусов тепла. В первой половине дня ожидается облачность, которая не повлияет на температуру и исчезнет после полудня, сказал Суранян. С 22 июля теплые воздушные потоки переместятся к югу. На территории республики начнут проникать относительно прохладные воздушные потоки, идущие от Черного моря. В этом году температура воздуха выше климатической нормы на 5-7 градусов. В предгорьях и долинах сохраняется высокий уровень возникновения пожаров. Повышен индекс ультрафиолетового излучения. Это были все новости на данный час. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok